Сегодня 1 сентября, а значит дети идут в школу. Ежегодно в преддверии нового учебного года ГАИ организуют акцию «Внимание, дети!», которая, как правило, длится с 25 августа по 5 сентября. Инспекторы проверяют территории школ, а также подъездные пути к ним. Также под пристальным вниманием ГАИ дорожные знаки, разметка и лежащие полицейские, расположенные вблизи учреждений образования. Школы также обязали следить за тем, чтобы все ученики носили фликеры и соблюдали хотя бы банальные правила поведения у проезжей части. В ГАИ уверены, такие меры более чем оправданы, тем более на фоне трагических событий, которые произошли два года назад в столичном микрорайоне Сухарева, когда водитель Порше насмерть сбил 9-летнего мальчика. Многие дети летом отдыхали за городом, а значит им понадобится время, чтобы привыкнуть к оживленному движению на дорогах. Инспекторы ГАИ предлагают родителям не только напомнить ребенку элементарные правила поведения вблизи проезжей части, но и не полениться провести несколько раз своих чат от дома до школы в первый осенний месяц занятий, чтобы те обратили внимание на все опасные места на дороге. Как показывает практика, некоторые элементарные правила дорожного движения детям знакомы. Некоторые даже знают дорожные знаки. Своими знаниями ребята решили поделиться и с нашей съемочной группой. Итак, мы решили провести наглядный экзамен ребят на знания правил дорожного движения и наиболее распространенных дорожных знаков. Ребята, вы сегодня вернулись в школу с каникул, хорошо отдохнули, хорошо выглядите, молодцы. Но для того, чтобы идти в школу, либо со школы домой, вам надо знать правила дорожного движения, чтобы быть в безопасности. Итак, когда мы переходим проезжую часть, мы должны где переходить проезжую часть? По пешеходному переходу. По пешеходному переходу? По пешеходному переходу. Хорошо, а если нет пешеходного перехода, что мы делаем? Отсутствует пешеходный переход, то есть мы не видим ни зебры, не видим ни дорожного знака, что тут находится пешеходный переход, не светофора. Как мы переходим проезжую часть? Надо дойти до ближайшего сезона. Молодец. Ну, надо посмотреть налево, если нет машин, дойти до середины дороги, посмотреть направо. Если машин нет, надо пойти дальше. А можно ли выходить на проезжую часть из-за препятствий? Его надо обойти. А для чего? Ну, чтобы не попасть под колеса и не получить травму. Надо ее обойти. Надо ее обойти. Осторожно обойти машину с правой стороны. Ребята, вы все справились с заданиями, вы все знаете прекрасные правила дорожного движения, подготовленные в школе, и поэтому вам подарки от госавтоинспекции и от сайта ВЭБАЙ. Одно из наиболее опасных действий детей, это стремление как можно быстрее перебежать дорогу, так как им кажется, что чем быстрее они пересекут проезжую часть, тем скорее будут в безопасности. Это мнение ошибочное, и тем не менее установлено, что более половины дорожно-транспортных происшествий с участием детей случается именно по вине водителей. Артем Виндович, расскажите, пожалуйста, какие наиболее частые нарушения фиксируются у юных пешеходов? Значит, опасная ситуация со стороны детей, так же, как и взрослых, это выход на проезжую часть из-за препятствия, переход проезжей части в неустановленном месте, либо переход на проезжей части на красный сигнал светофора. Какое время чаще всего фиксируется ДТП с участием юных пешеходов? Как правило, это когда они возвращаются домой, это время со школы с 3 до 5 вечера. ДТП случаются, как правило, в основном по вине водителей, значит, по вине детей зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в основном это дорожно-транспортные происшествия. Ремень безопасности, когда водители, либо родители, когда не пристегивают ремнями безопасности, не пользуются креслом детским удержащим устройством. Ну, так же при подъездах надо, чтобы водители особое внимание уделяли при подъезде к пешеходному переходу, то есть снижали скорость подостановки, чтобы убедиться в отсутствии пешеходов, в том числе и вблизи школ. На что в первую очередь направлена данная акция и какими методами вы боретесь с нарушителями? Не допустить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Также целью мероприятия является эта профилактика дорожно-транспортных происшествий. Водители обязаны двигаться в период данного мероприятия с ближним светом фар, либо габаритными огнями. Еще одна особенность проводимой акции заключается и в том, что все водители в обязательном порядке, невзирая на время суток, должны двигаться с включенным ближним светом фар. Тормознули с выключенными фарами, готовьте штраф вплоть до двух базовых величин или 300 тысяч белорусских рублей. А как вы относитесь именно к такой вот акции с привлечением водителя именно обязательным включением ближнего света фар? Положительно. Положительно. То есть на ваш взгляд для чего это делается? Безопасность как бы детей привлечь внимание к автомобилям после лета отдохнувшие, расслабленные, чтобы как-то они более внимательные были, обращали внимание. Госавтоинспекция совместно с сайтом АВБ. Делаем вам подарок за то, что вы выполняете правила дорожного движения. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот вам, как говорится, от нас небольшой сюрприз. Спасибо. Значит, у вас вот двигаетесь без включенного ближнего света фар? Да, да, забыл. Только что от магазина отъехал. Значит, какая акция проводится, вы знаете? Знаю, да. Сам гражданин России или Белоруссия? Белоруссия. Белоруссия. То есть, знаете, какая акция проводится? А какая? Ну, чтобы ездить с ближним светом до 5 сентября. А в связи с чем? В связи с тем, что дети в школу идут. Все правильно. Вы знаете, какой штраф предусмотрен? Предполагаю. Какой же? Потому что я как бы всегда со светом включенным езжу, потому что по России постоянно мотаюсь. Но здесь вот просто от магазина отъехал, вот в этом доме живу, просто купил молоко, ну и реально забыл. Мы делаем предупреждение. А также от сайта АВБай и госавтоинспекция делаем подарок. Спасибо. Я надеюсь, что вы будете включать во время проведения. Должны ли водители вообще каждый день ездить с включенным светом фар? Мое мнение, что да. Известима от акции. Да. Одно время мы ездили с включенным светом фар, как бы, и, ну, безопасность на дорогах, мне так кажется, была... Повыше. Повыше, да. Конечно, самый серьезный вопрос воспитания юных пешеходов ложится на плечи их родителей. Даже зная правила дорожного движения, многие дети, находясь на улице, стараются подражать взрослым. Помните, на вас всегда смотрят дети. И один лишь шаг в сторону пешеходного перехода может в дальнейшем спасти чью-то юную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok